Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! В этом видео представлен расчёт колеблющихся горизонтальных или наклонных лотков вибротранспортеров. Мы в этом видео будем говорить о транспортировании карамелек. Однако, такие транспортеры применяются не только в производстве карамелей, но и, например, как составляющая часть дробильно-сортировочно-очистительных машин для крупки какао. Также, такие вибротранспортеры могут применяться как самостоятельные устройства. Итак, наибольшую трудность представляет определение скорости движения карамельки на вибрационном транспортере. Колеблющийся горизонтальный или наклонный лоток вибрационного транспортера может опираться на шарнирные стойки без пружины, на шарнирные стойки с пружиной, как показано на слайде, на ролике 2 и на ролике с пружиной 3, а также на наклонные пружинные стойки. Ролики 2 перемещаются по направляющей 1. В колебании лоток может приводиться от эксцентрика через рычажную систему, от эксцентрика и от самобалансного механизма. Вибрационные транспортеры создают большие дополнительные нагрузки на здание. И кроме того, при частоте возмущающей силы равной частоте собственных колебаний здания разрушают его. Поэтому желательно вибрационные транспортеры делать самобалансными приводными механизмами. Лоток 2 покоится на наклонных стойках 1. Под лотком закреплены диски 3 и 4 с одинаковыми дополнительными грузами. Дополнительные грузы зачернены. Диски между собой соединены шестернями. Они вращаются в противоположные стороны с одинаковой скоростью. Приводится от электродвигателя 1 из дисков. При вращении диска каждый дополнительный груз развивает силу инерции ПИ. При монтаже диски устанавливают так, чтобы проекции ПИ1 на ось Х сил ПИТ были одинаковыми у обоих грузов. На ось Х сил ПИ были одинаковыми у обоих грузов. Тогда проекции ПИ2 все время уравновешивают друг друга. Силы ПИ1 все время складываются. Они действуют вдоль линии Х, перпендикулярных стойкам 1. Изменяясь по величине и направлению, эти силы колеблют всю систему, в том числе и лоток. Линия Х действия сил инерции 2ПИ не только перпендикулярна к стойкам, но и проходит через общий центр тяжести системы О. Если это условие не выполнено, то возникает еще дополнительно вредное крутильное колебание лотка вокруг центра тяжести О. Эти колебания лотка препятствуют продвижению карамели по нему. При любом из указанных способов привода лоток колеблется плоско параллельно около среднего положения с амплитудой лямбда В и угловой частотой омега. Угловая частота равна угловой скорости вращения кривошипа и дисков самобалансного механизма. Амплитуда колебания лотка при достаточно длинных стойках и опорных пружинах и длинном шатуне равна радиусу кривошипа или эксцентриситету для приводного механизма. Обычно длина стойкой опорных пружин в 160 раз больше, а шатуна в 100 раз больше радиуса кривошипа. Лоток, показанный на экране, колеблется с амплитудой лямбда В равная R умножить на R1 деленное на R2. В случае колебания с самобалансным механизмом амплитуда его колебаний зависит от дополнительных грузов, веса лотка с карамелью и скорости вращения дисков. Амплитуду колебания можно найти из рассмотрения движения лотка весом ГЛ под действием возмущающей силы 2ПИ1 равная 2П косинус Фи. Она переменна по величине и направлению. При равномерном вращении дисков угол Фи равен омега Тау, где омега угловая скорость вращения диска, а Тау время. На пружинные стойки кроме веса лотка ГЛ действует периодически изменяющаяся сила 2ПИ косинус омега Тау. Рассмотрим уравнение движения лотка в направлении оси Х. Уравнение представлено на слайде. Этому равенству можно придать вид. Уравнение представлено на слайде. Интеграл этого уравнения будет записываться в виде, представленном на слайде. Положим, что в начале движения, то есть при Тау равном нулю, отклонение лотка от положения равновесия Х равна нулю. И его скорость Х' также равна нулю. Подстановка Тау равна нулю и Х равно нулю в равенство, указанное на слайде, дает уравнение, представленное на слайде. Скорость смещения лотка найдем, взяв по времени первую производную от равенства, на которую сейчас указывает стрелка. И получим уравнение для Х' указано стрелкой. Подставив в это равенство Тау равно нулю и Х' равно нулю, получим уравнение представлено на слайде. Так как лямбда не равно нулю, то следовательно альфа равно нулю. Подставляя найденное значение альфа в равенство, получим уравнение, представленное на экране, для лямбда. Определенные нами произвольные постоянные подставим в уравнение на слайде. И тогда оно примет вид уравнения для Х, представленное на слайде. Последнее равенство показывает, что лоток приобретает два колебания с одинаковыми амплитудами. Колебания Х1 равная минус дробь. Ку деленное на С в квадрате минус омега в квадрате косинус Ц Тау. Являются свободными колебаниями, которые возникают под влиянием импульса, сообщенного лотку силой 2Пи. Они быстро затухают. Колебания Х2 равная дробь, ку деленное на С в квадрате минус омега в квадрате косинус омега Тау с частотой омега возбуждающей силы являются вынужденными колебаниями лотка. Они остаются. Амплитуда этого колебания лямбда В рассчитывается по формуле на слайде. При частоте омега возбуждающей силы больше, чем частота С собственных колебаний системы, деформация и вызывающая ее возбуждающая сила имеют противоположное направление, то есть лямбда В меньше нуля. Это означает, что такой лоток не будет передавать на перекрытие здания динамических нагрузок, так как общий центр тяжести системы не будет смещаться. Сила инерции 2ПИ для колеблющейся системы является внутренней силой, а внутренняя сила не может сместить центра тяжести системы. Это надо понимать так. Когда дополнительные грузы приближаются к центру тяжести системы О на величину R, тогда к нему приближается также лоток с карамелью на величину лямбда В умножить на скобку единицы минуса С в квадрате, деленное на омега в квадрате. При соблюдении этого равенства общий центр тяжести не изменится. Окончательно при частоте возбуждающей силы больше частоты собственных колебаний. Получим. Х равно минус лямбда В косинус омега Тау. Такое же уравнение движения имеют все рассмотренные лотки. Лотки всех транспортеров имеют одинаковый закон движения. Относительная скорость и величина проскальзывания карамельки по лотку не зависят от приводного механизма и конструкции опоры лотков. Они определяются лишь режимом колебательного движения, частотой, амплитудой, наклоном лотка бета и углом колебания альфа. Соответственно скорость и ускорение лотка равны. В и А представлены на экране. При неравномерном движении лотка появляется переменная по величине и направлению силы инерции ПИ равная минус МА. Знак минус. Показывает, что она направлена в сторону обратной ускорению. Сила инерции ПИ максимально в крайних положениях лотка, то есть при ФИ равная нулю, Пиродиан и так далее. На лотке, представленном на рисунке, лежит карамелька. В соответствии с требованиями технологии, корабельки друг с другом не соприкасаются, поэтому можно рассматривать движение одной штуки. Направим ось Х вдоль лотка. Сила инерции ПИ направлена в сторону колебания и вдоль оси Х штрих. Связь карамельки с лотком обеспечивается силой трения П2, которая зависит от нормального давления. Когда проекция всех сил на ось Х станет равной нулю, карамелька согласно закону инерции начнет скользить вдоль лотка. Максимальное положительное значение силы инерции бывает при ФИ равном нулю, Пиродиан и так далее. Напишем уравнение равенства нулю проекции всех сил на ось Х для движения карамельки по инерции в крайнем верхнем положении лотка при его колебании с угловой частотой омега-К. Уравнение представлено на слайде. F нулевое коэффициент трения покоя. После замены угловой частоты омега-К, частотой колебания НК согласно равенству омега-К равное ПИ НК на 30 и сокращая ПИ в квадрате с Г, получим частоту колебаний НК, формула представлена на слайде. НК выражается в герцах. При опускающемся лотке в числителе будет знак минус, а в знаменателе вместо разности углов подставляется их сумма. При горизонтальном положении лотка угол бета равен нулю. При этой частоте колебаний теряется связь карамельки с лотком в его верхнем положении. С этого мгновения карамель движется с той скоростью, которую она имеет в мгновение потери связи. В верхнем положении лоток не имеет скорости, что нетрудно установить из-за равенства представленного на экране. Подставив у него вместо омега-Тау его значение равное ПИ радиан. Карамелька также в мгновение потери связи не имеет скорости, так как она все время имела скорость лотка. При частоте колебаний лотка НК карамелька не движется по лотку. Увеличение частоты колебаний лотка вызывает перемещение карамельки по нему. Чем больше по сравнению с НК будет частота колебаний лотка, тем раньше до верхнего его положения начнет двигаться карамелька. Скорость начала движения В нулевое будет тем больше, чем на больший угол не дойдет кривошип до мертвого положения. Если лоток колеблется с угловой частотой омега-Р больше омега-К, то при фазовом угле Ф нулевое меньше ПИ начнется скольжение карамельки. Этот угол можно найти из условия равновесия, представленного на слайде. Его решение относительно Ф нулевое дает косинус Ф нулевое. Принимая во внимание равенство, отмеченное стрелкой, получим косинус Ф равное минус НК в квадрате деленное на НР в квадрате. Знак минус показывает, что угол Ф нулевое находится во второй четверти. Рабочая частота колебаний немного превышает критическую. При чрезмерном увеличении рабочей частоты колебаний может появиться вредное проскальзывание карамельки в обратную сторону. Частота Н нулевое колебаний лотка, при котором в крайнем нижнем его положении наступает равновесие сил вдоль оси Х, находится из равенства Н нулевое равно 0,5 подкоренное выражение. Следовательно, рабочая частота колебаний должна быть меньше Н нулевое. Найдем во сколько раз Н нулевое больше НК. Это отношение не зависит от амплитуды колебания. Коэффициент трения покоя Ф нулевое для изделия изменяется от 0,4 до 0,5. Угол альфа принимается от 9 до 16 сотых пирадиан, угол бета от 11 до 55 тысячных пирадиан. Подсчеты дают Н нулевое равно 1,6 НК. Обычно НР равно 1,05 минус 1,36 НК. Начальная абсолютная скорость В нулевое движения карамели равна скорости лотка при повороте кривошипа на угол Ф нулевое, то есть В нулевое рассчитывается по формуле на слайде. После нарушения связи карамели с лотком она движется замедленно, так как на нее действует переменная сила трения и составляющая веса. Уравнение самостоятельного движения карамельки вдоль оси Х имеет вид представленный на слайде. Или переписав это как ВК, получим уравнение представленное на слайде. Интегрирование дает уравнение для расчета ВК. Значение постоянной интегрирования найдем из условия, что при Тау равное нулю ВК равно В нулевое косинус альфа минус бета. Тогда В нулевое косинус альфа минус бета равно С. Окончательно ВК запишется как формула, представленная на слайде. Относительное движение карамели по лотку прекращается, при условии, что ВК равно проекции абсолютной скорости лотка на ось Х. VLX рассчитывается по формуле на слайде. Гораздо проще определить момент окончания скольжения карамели по лотку и величину ее проскальзывания за одно колебание графическим решением уравнений, на которое указывает стрелка. Как это показано на рисунке на слайде. В координатах В и Фи построен график В косинус альфа минус бета. Изменение скорости лотка вдоль оси Х за одно колебание в масштабе мю В. Масштаб оси координат мю В рассчитывается по формуле на слайде. Масштаб оси абсцисс мю Фи по формуле на слайде. Скорость лотка в момент потери связи карамели с ним определим на графике по углу Фи нулевое. Он выражен отрезком 0Е. Точки Е соответствуют отрезок ЕА графика скорости. То есть ЕА умноженное на мю В равно В нулевое косинус альфа минус бета. Скорость лотка в момент потери связи карамели с лотком. Так на графике мы изобразили первый член равенства, на который указывает стрелка. Для построения графика изменения горизонтальной скорости карамельки можно воспользоваться уравнением, на которое указывает стрелка. Дифференциальная функция этого уравнения имеет координатные оси, время и ускорение. Графическое интегрирование дифференциальной функции даст изменение горизонтальной составляющей абсолютной скорости карамельки. При построении дифференциальной функции за ось времени τ можно принять ось φ, подсчитав для нее новый масштаб μ τ. Одно колебание лотка происходит за время t, равное 1 на nr. Масштаб μ τ равное t, деленное на o n, секунда в миллиметре. Ось ускорений можно направить по оси скорости. Масштаб этой оси выбирается произвольно, надо лишь заботиться о том, чтобы построения не выходили за пределы чертежа. Масштаб μа рассчитывается по формуле на слайде. В этом масштабе строим график изменения ускорения, пунктирная кривая. Мы построили дифференциальную функцию второго члена равенства, на которую указывает стрелка. Дифференциал первого члена это минус скобка fg cos β минус g sin β. Отложим вниз от оси абсцисс отрезок e g равное дроби числитель. Минус скобка fg cos β минус g sin β знаменателю μа. И через точку g проведем прямую gh, которая изображает в масштабе μа функцию минус скобка fg cos β минус g sin β равно константа. Графическое интегрирование нанесенных функций проводим так. Берем площадь g, f, m и h между пунктирной кривой и прямой gh и разбиваем ее на малые полоски вертикальными линиями, проходящими через точки g, 1, 2, 3 и т.д. до h. Ординаты кривой горизонтальной составляющей абсолютной скорости vk движения карамельки определяются равенствами, представленными на слайде. Формулы y1, y2, yn, где f1, f2 и т.д. площадь полосок в квадратных миллиметрах. Пересечение кривой vk со штрих-пунктирной кривой в точке c указывает, что это мгновение закончилось скольжение карамельки по лотку, так как по горизонтали абсолютные скорости карамельки и лотка снова стали одинаковыми. От точки c скорость карамельки характеризуется штрих-пунктирной линией до точки a следующего колебания. Разница ординат между кривой vk и vcosα-β дает ординату относительной скорости движения карамельки по лотку в масштабе μv. Как видно из графика, эта скорость переменна. Чтобы получить смещение S карамельки по лотку за одно колебание, надо проинтегрировать график относительной скорости карамельки, то есть взять площадь фигуры ALCM и умножить на масштабы μ, τау и μv, так как это показано на слайде. Средняя скорость движения карамельки vc рассчитывается по формуле на слайде. Поддержите канал и его автора, отправив донат на карту по номеру, которую вы видите на экране, или подпишитесь на Boosty.to. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok